Больна без тебя, без тебя, мое сердце умирает, без тебя, я хочу без тебя, без тебя, и ты об этом знаешь, без тебя, мне больна без тебя, без тебя, мое сердце умирает, без тебя, мне больна без тебя, без тебя, мое сердце умирает, сегодня я проснулась без тебя, сегодня я проснулась без тебя, сегодня я проснулась без тебя. Профессор Московского государственного лингвистического университета, Роман Анатольевич, добрый день, спасибо, что пришли. Добрый день, Роман Анатольевич, давайте начнем с того, вот основное направление вашей деятельности, чем вы занимаетесь? Ну, преподаю ряд предметов, вот я на истории религии специализируюсь, на уголовном кодексе, как ни странно, на борьбе с экстремистами и с террористами, ну, есть у нас еще такое новое направление, научная теология вымышленных миров. Ух ты! Изучаем вымышленные религии, используем это в реальной жизни. У нас бывает, что и вымышленные религии в реальной жизни прорываются и даже официальный статус получают. А вот, кстати, про вымышленные религии, просто в реалке, да? Да, мне тоже как-то стал интерес сразу вопросом. Дуршлаков на голове. Ну, это скорее уже к психиатру, это, в общем-то, это не религия, а не к общественным движениям. А есть действительно, например, рыцари джедаи, у нас зарегистрировались как религиозная организация. Это вот на самом деле все так? Ну, в Великобритании официальный статус религиозной организации. Так все плохо в нашем мире? Макаронный монстр у нас не религиозная организация, а есть вымышленные, да, религиозные. А я просто хотела спросить, а есть какие-то, я не знаю, пункты, чтобы любое движение стало религией, да? То есть там, что должно быть, чтобы это было признанным? Ученые у нас не договорились между собой, что для этого надо. Ну, в России все проще. Есть экспертный сайт преминьюсти, где я состою, и вот чтобы стать религией, надо подать нам заявление. И вот мы его рассмотрим и решим, религия ты или нет. У нас все просто. Слушайте, а вот с вашей точки зрения, как с точки зрения профессионала, а что этими людьми движет? Вот стало интересно, неужели не хватает тех религий, которые уже есть? И им много-много, не то что лет, а веков и тысячелетий. Ну, многие просто не знают об обилии религии, полагают, что могут придумать что-то новое. У нас настолько много секта религий, что, как мне кажется, все, что можно было придумать, уже придумали. И макаронный монстр, в общем-то, специалистов ничуть не удивляет. Люди просто не знают, что в некоторых направлениях это давно уже придумано. И пытаются, как им кажется, что-то новое изобрести. Но по мне так ничего нового давно уже не изобретали. Хотя вот недавно одну секту встретил, все-таки что-то оригинальное придумали. На солнце заставляют смотреть своих членов. С целью поправки зрения, да. Раньше мне секты попадались, где пить воду запрещали. Попадали секты, где запрещали, в принципе, есть. Но вот уже на солнце смотреть, пока мне не попадались. Слушайте, а я где-то читала, что там женщина одна писала свой опыт, что она питалась солнечной энергией несколько лет. Что она вот смотрит... А вот ее Валерия Лукьянова, Деская Барби. Да, у нас Джигурда этим в свое время занимался. Серьезно? В общем, такие вот люди, да. Ну ничего, живо-относительно здорово. Не все были летальные исходы. Человек без еды дней 40 средний может протянуть, потом может умереть. Ой-ой-ой. Похудеет, конечно, перед смертью. Но мне кажется, это в основном люди все... Вы сказали про Джигурду, там, ну, без отношений личного, да? Но мне кажется, эти люди, которые сами-то вряд ли на полном серьезе в это все верят. Ну, они-то, может, и да, а другие-то верят. Реально, срочи летальных исходов-то есть. Может, кто-то и жидкий хлорофилл-то пьет и там втихаря чем-то заедает еще. А некоторые вот реально пьют жидкий хлорофилл и полагают, что фотосинтез. Что они цветочек, да. Сейчас здесь надо сносочку сделать. Друзья, этого делать нельзя вообще ни при каких условиях. Их ни в коем случае, пожалуйста, не делайте этого. Слушайте, ну вот мы начали с того, что вы преподаете в Московском государственном лингвистическом университете. А вообще на чем специализируется институт? Вот ведущий у нас языковой вуз. Старинный, на самом деле, еще с 19 века его история восходит. И всегда он был именно по этому направлению. Именно на современных языках он специализировался. Потому что раньше многие на языках древних. Латынь, греческий, естественно, древнееврейский. А вот наш вуз всегда занимался современными языками. Готовили разных специалистов в коммерческой сфере, в дипломатической. И вот как-то в советское время он был таким вузом, партнером МГИМО. Как у нас шутили, в МГИМО готовили дипломатов. А у нас жен дипломатов, конечно. Девушек у нас гораздо больше, чем мужчин, так уж исторически повелось. Хотя некоторые профессии, например, переводчик-синхронист, они в первую очередь, конечно, мужские. Просто очень физически тяжело этим заниматься. А у нас, кстати, был переводчик-синхронист, рассказывал нам об этой профессии. Да, да. Ну вот эта профессия реально действительно физически тяжелая. Там шахтерским трудом можно сравнить. А так, слава богу, схоронили марку. Действительно, вуз очень уважаемый. И те люди, которые хотят выучить как минимум два языка, а некоторые по пять учат, вот добро пожаловать к нам. Слушайте, а вот пять. Ну я просто хотела спросить, да, традиционно. Это французский, английский, сейчас китайский учат. А что пользуется спросом? Какие есть факультеты? Ну у нас почти все обязательно учат английский. А второй язык может быть любой. Кому-то даже украинский попадается. У нас очень большое разнообразие языков. Вот с этого года у нас курдский преподают и пользуются спросом. А так, пожалуйста, у нас и армянский язык. Можно выбрать и киргизский, и китайский, и корейский, и фарси. Так что, в общем-то, очень большой диапазон. Я до сих пор не знал, что курдский язык может пользоваться популярностью. Мне кажется, он очень красивый, интересный язык такой. Кстати, у нас есть шанс тобой познакомиться. Особенно, когда на военной кафедре преподают предмет теории практика допроса. Ой, что ли, ну что ли? Друзья, у нас в гостях Роман Анатольевич Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета. Совсем скоро мы к вам вернемся. Оставайтесь телерадиоканалом «Страна.ФМ». Оставайтесь телерадиоканалом «Страна.ФМ». Я так хочу, чтобы ты со мною был, что танцевал и к сердцу мне открыл. Оставайтесь телерадиоканалом «Страна» Просто хэштег «Моя ночь». Гони пустой день прочь, читай меня между строчками. Это моя ночь. Это моя ночь Это моя ночь Это моя ночь У-у-у-а 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 Я так хочу, чтоб ты со мною был Чтоб ты мне в танце нежно говорил Поставь хэштег Моя ночь, камни пустой день Прочитай меня Бежу строчь Это моя ночь Это моя ночь Это моя ночь Это моя ночь О-о-о-о-о 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 О-о-о-о О-о-о-а Ааа ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Некоторые переставали быть мусульманскими Естественно, иудеи изначально присутствовали Но в какой-то момент и до буддистов Дело дошло, когда у нас в Забайкале присоединили Калмыкию Потому что, в общем-то, все мировые религии у нас Присутствуют на территории России Присутствуют исторически Часто у нас говорят, что Россия у нас Многонациональная и многоконфессиональная На самом деле, любая другая страна в мире Тоже многонациональная и многоконфессиональная Сейчас нет у нас мононациональных Но у нас просто площади У нас надо бы добавлять, что у нас она не просто такова Они у нас как-то исторически сложились Потому что там и в Исландии люди разных национальностей Но изначально это было не так Там было общество монолитное По религиозному, по национальному признаку У нас исторически страна была именно такая Поскольку она была империей Любая империя, она по определению Многонациональная и полирелигиозная Так уж у нас получилось Ну вот, поэтому, собственно, Есть у нас серьезные преимущества Моральные перед Западом Когда люди стараются достичь толерантности То есть терпимости к друг другу Мы эту стадию уже давно прошли Если вообще она когда-то была И у нас, в общем-то, толерантность На новую стадию перешла Взаимоуважение То есть мы не терпим никого, а дружим Ну, а тех, кого терпеть не надо Мы, собственно, и не дружим И не дружим Как таковой толерантности у нас, слава богу, в стране практически нету Слушайте, я хотел сказать, друзья, если у вас есть вопросы К Роману Анатольевичу, пожалуйста, давайте К группе ВКонтакте У нас есть специальный пост И наш вайбер И ватсап Плюс семь девятьсот 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 восемь Один восемьдесят девять и девять И вот не успел я об этом сказать А уже вопросы есть Можно вопрос отложим? Я просто хотела продолжить Давай, давай, давай Вот вы сказали, да, что у нас все между собой дружат И естественно, когда люди дружат А религия у них разная Происходит некое слияние культур Вот то, о чем я вне эфира вам рассказывала Что, допустим, в Казани на Пасху Пекут куличи мусульмане в форме своих храмов И обмениваются этими куличами с православными людьми Есть еще какие-то особенности Вот, которые вы замечали в процессе своей работы? Да много, собственно Я специализируюсь на межлегиозном диалоге Даже был долгое время секретарем у нас Межлегиозного Совета России Много очень примеров Они и в царское время отмечаются И в советский период Есть и свежие примеры Наверное, из самых свежих случаев Когда Всемирный Русский Народный Собор Который возглавляет патриарх Кирилл Предложил назвать несколько улиц В честь героических мусульманских лидеров Которых убили террористы И которые, в общем-то, погибли Защищая интересы русских православных людей Назвать и в Москве эти улицы И в Санкт-Петербурге И не только в мусульманских городах А мусульмане, в свою очередь Параллельно поддержку по фильму «Матильда» Высказали, заявив, что тоже фильм поганый И, в общем-то, они его тоже не любят Это и дагестанцы, и чеченцы сделали Когда, так сказать, против разных Странных режиссеров совместно люди выступают Хотя, казалось бы Он, в общем-то, и мусульманам не понравился Понятно Слушай, у нас есть о чем поговорить, на самом деле Еще и вопросы приходят Давайте мы прямо сейчас прервемся Друзья, напомню, у нас в гостях сегодня Доктор исторических наук Роман Анатольевич Силантьев Продолжим программу наук и технологий Совсем скоро Будьте со страной ФМ На всю страну Реклама Телерадиоканал «Страна ФМ» и моторные масла «Ликвимоли» представляют Фотоконкурс «Мисс Ликвимоли» Сделай красивое селфи и выложи на своей странице в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм с хэштегами «Мисс Ликвимоли» и «Страна ФМ» Первые красавицы страны! Мы ждем вас! Ваши фотографии примут участие в конкурсе «Мисс Ликвимоли» Подарков будет много, а главный приз – путешествие в Норвегию на горнолыжный курорт Конкурс проходит при участии компании «Ликвимоли» «Ликвимоли» – это моторные масла, автохимия и автокосметика «Ликвимоли» – для тех, кто выбирает лучшее А вы уже решили, кем будете на Новый год? Дедом Морозом? Мушкетером? Роботом? Снегурочкой? Или мальвиной? Выберите свой образ на майкарнавал.ру Персонажи сказок, мультфильмов и кино Исторические и национальные Животные, супергерои и многие другие Более 5000 видов костюмов и аксессуаров для Нового года Для взрослых и детей Интернет-магазин «Мой карнавал» 8 800 200 04 23 Подробности на сайте майкарнавал.ру О, мой карнавал. Москва, Мельницкий, Переулок 1 ОГРН 109 77 46 56 86 00 Страна ФМ представляет Хит страны 12 лучших песен недели Которые выбираете именно вы Голосуйте на сайте страна.фм Главные хиты страны и не только Свежие новости, удивительные факты И еще много чего интересного Хит страны Это лучшая музыка с историей Только для вас Каждую пятницу в 6 вечера В воскресенье в 2 часа дня И в среду в 23.00 Ведущий Никита Некрасов Хит страны Это заявка на победу! Ничего себе заявочки Официально заявляю Поводов много Программа по заявкам Одна на всю страну Ежедневно с 13 до 14 И с 20 до 21.00 Передавайте приветы Поздравления Делитесь хорошим настроением И заказывайте песни Подробности на сайте Страна.фм Страна.фм Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24 При одной цепочке и части Каждый ищет в этой жизни счастье Ищет путь к любви На этом свете И какие б не назвать причины Ты и я в толпе неразличимы И одно на всех нам с неба Солнце светит Кто так сказал? Кто так решил? Кто разделил наш общий мир? Кто здесь больной? Кто здесь здоров? Кто хочет нас убить любовь? Так же, как ты Я хочу просто быть любимым Так же, как ты Я верю в то, что должен жить Так же, как ты Равные, как две половины Общей судьбы Так что ждет нас, скажи Светлый мотив Быть, сильней держаться Нужно вместе Пусть открыты станут наши лица И любовь сотрет вражды границы Будто небо птицы Высь наполнят песни Кто так сказал? Кто так решил? Кто так решил? Кто разделил наш общий мир? Кто здесь больной? Кто здесь здоров? Кто хочет нас убить любовь? Так же, как ты На этом посвящен наш час И в гостях у нас религиовед Доктор исторических наук Профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Анатольевич Силантьев И, Роман Анатольевич, в прошлом, так сказать, выходе Вам уже задали вопрос Но я перехватила ветвь первенства Сейчас уступаем Спасибо, я подключаюсь Смотрите Вопрос следующий У меня вопрос по теологии Пишет нам слушатель и зритель Известно, что ислам Самая молодая мировая религия Так вот, правда ли, что за ее основу Взята христианская православная религия? Это первая часть вопроса И вторая часть В исламе есть несколько направлений Как не ошибиться молодым мусульманам В таком случае Ну, вопрос обширный Попробую кратко ответить Сами мусульмане не считают себя Самой молодой религией А считают себя самой старой мировой религией Изначально Адам и Ева, как известно, были мусульманами Что до православного христианства То точно в основу ислама оно не попало Тут разные есть версии Но православное христианство Явно не было известно основателю ислама В общем-то И там другие прослеживаются влияния Теудейское влияние сильнее В принципе, это полноценная самостоятельная религия Как мусульман различить? Ну, довольно много книг написано В принципе, вот Затрудняюсь сходу сказать Ну, в общем-то Шиитов от суннитов, я думаю, вполне можно отличить Если есть желание, какие-то детали Вот у меня статьи довольно много По этой теме в интернете Можно поинтересоваться у моих коллег Тоже можно почитать Проблем, в общем-то, не вижу Как все это, так сказать С этим разобраться Ответы на эти вопросы есть, конечно Я думаю, что слушатель может забить Там в поисковик, да, проще говоря Роман Анатольевич Силантьев В статьи И наверняка что-нибудь там Ну, там, да Про шиитов, суннитов Это все, в общем, не секрет Не сложно все это отыскать А я вот как блондинка Поэтому, если что-то там не то говорю Мне надо понять Давай, Валерия, продолжите Я просто помню, что ездила я на экскурсию в Израиль В Иерусалим И вот там как раз-таки все вот эти цветыни И мусульманские, и православные Они вот практически как через дорогу В соседних домах расположены И, насколько я помню, как говорил экскурсовод Что, ну, примерно одной датой они датированы, нет? Ну, нет, конечно Ну, мусульманские-то попозже, понятно, появились Все-таки позже Аудейские-то все-таки пораньше христианских То есть даты там, мягко говоря, не одни и те же Сильно различаются Слушайте, а вот там краеугольный камень И вот это вот цвет Не, ну, когда, конечно, уже прошло несколько тысячелетий Да, с чего-то туда все это кажется одной датой Но, на самом деле, это немного не так Ну, понятно Ну, я попыталась, да Ну, кстати, мусульманские святыни, только мусульман пускают Там специальный тест, еврейские, полицейские, так сказать, вопросы задают И не все мусульмане на эти вопросы могут ответить, надо заметить Ага, ну, а у нас открыто для всех Предлагают Коран почитать наизусть с первой суры Не все знают первую суру наизусть Такая неприятность А вы имеете в виду это вот в Израиле или у нас тоже такое? В Израиле Слушайте, а вот смотрите, такой вопрос А вот этнокультурное отношение, есть же такое понятие, да? Это всегда априори сложная и непростая история Ну, конечно, у нас, в общем-то, есть понятие такое Что есть у каждого народа своя правда в какой-то ситуации Это и в конфликтах бывает И, собственно, если нашу историю посмотреть То же взятие Казани для русских большой плюс А вот для татар совершенно не факт, что плюс Причем даже у татары на этот счет разные есть мнения Потому что одни татары были вместе с Иваном Грозным, а другие против Даже для одних татар это может быть плюсом, а для других минус Кавказская война и много других событий Так что тема, конечно, деликатная И надо серьезно заниматься Ну и, конечно, не замалчивать эти проблемы Лучше все-таки проблемы обсуждать Честно признать, что да, вот бывает такое Бывает разная правда у разных народов Чем мы, кстати, сегодня и занимаемся успешно вполне И еще у нас будет время Друзья, у нас в гостях религиовед, доктор исторических наук Профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Анатольевич Силантьев Скоро продолжим День, ночь, сутки Открываться двери Тепло пришло Жаркие ползы Я люблю все то, что вокруг меня Я уже знала То, что все должно быть точно так Я так ждала тебя На ромашковом поле в сердце моем Я не буду гадать, любишь или не любишь На ромашковом поле в сердце моем Ты со мной целоваться будешь На ромашковом поле в сердце моем Я не буду гадать, любишь или не любишь На ромашковом поле в сердце моем Ты со мной целоваться будешь Целоваться будешь Целоваться будешь Что ты скажешь Если я без мысли влюблю тебя Мама даже Перестанет мне помимо меня Я так ждала Но когда же эта пора придет Я так рада, что ты со мной На ромашковом поле в сердце моем Я не буду гадать, любишь или не любишь На ромашковом поле в сердце моем Ты со мной целоваться будешь На ромашковом поле в сердце моем Я не буду гадать, любишь или не любишь На ромашковом поле в сердце моем Ты со мной целоваться будешь Целоваться будешь Целоваться будешь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На ромашковом поле в сердце моем Я не буду гадать, любишь или не любишь На ромашковом поле в сердце моем У нас религиовед, доктор исторических наук Профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Анатольевич Силанти Роман Анатольевич, вот мы уже начали говорить про дружбу народов И, насколько я знаю, сейчас проходит интересная конференция По сохранению и языков, и культурных обычаев всех народов Которые населяют нашу родину Совершенно верно, да В общем-то, тюркские языки являются важным направлением нашей работы Вот супруга моя, выпускница университета Турецкий выучила Великолепный век, потом в оригинале могла смотреть Ой, какая прелесть Обучила меня словам дурак и бардак турецким Продемонстрируйте, пожалуйста Ну, дурак это остановка, а бардак это стакан Серьезно? Ты не знал об этом? Стакан? Бардак, да Видишь, сколько много ты открываешь То есть, если вы в Турции говорите остановка, люди могут оскорбиться? Наоборот, если вы говорите дурак, люди не оскорбятся, а остановятся А потом могут, конечно, оскорбиться Это в лучшем случае остановиться Понятно Давайте к конференции вернемся Конференция, да, у нас интересная У нас же много тюркоязычных народов Как мусульманские тюркоязычные народы, так и православные есть Есть у них общие мероприятия Все-таки они и по языку, и по культуре часто похожи Поэтому вот наш ВУЗ один из тех учебных заведений Которые занимаются как раз поддержанием и развитием культуры У меня завтра будет как раз круглый стол По деструктивному внешнему влиянию на культуру тюркских народов Есть у нас деструктивное влияние Пытаются навязать иную культуру ваххабитскую, как правило Вот у нас, например, девушки разные же носят платки и разную одежду под видом общемусульманская По факту она не общемусульманская, а бедуинская В то время как у тюркских народов есть своя одежда женская И вот ваххабиты, особенно женщины, ее носить отказываются Тоже вот простой пример деструктивного влияния на традиционную культуру Не хотят татарки-ваххабитки носить национальную татарскую одежду Красивая у них одежда национальная А вот все равно, вот они хотят носить некрасивую Она более модная Так, а вот вообще про конференцию Что там в рамках этой конференции можно прийти, увидеть и для себя подчеркнуть? Ну, о языках все-таки полезно их изучать У нас ведь не только турецкий изучают, все-таки киргизский можно освоить И целый ряд других языков, азербайджанское направление В принципе, стоит эти языки знать У нас этими странами, в общем-то, тесные связи Это совершенно не бесполезное сейчас знание Все-таки есть на них спрос такого рода языки Все-таки страна наша в целом вообще заинтересована В сохранении языков и в сохранении культуры Деньги на это выделяют И слава богу, что наш ВУЗ тоже в этой программе участвует Слушайте, ну а вот о культуре, да? Будут там какие-то, не знаю, круглые столы, не круглые Но когда будут отдельно рассказывать про костюм, про, может быть, там, я не знаю, литературу Будет уклад Про музыку, будет уклад Может быть, какие-то блюда будут дегустировать Вот сегодня, да, была дегустация блюд азербайджанских Я как чувствовала, что произвела Были танцы, и завтра, и послезавтра это будет Конечно, вот тут и танцы, и дегустации, и концерт Правда, вроде без дефиле, наверное, обойдется В дефиле, наверное, не будет А обычные люди могут туда прийти? Да, конечно Или только для профессионалов? Да нет, могут вполне, у нас и студентов много Ну тогда давайте пригласим наших слушателей и зрителей, куда, когда Ну у нас тоже на 38, пожалуйста, завтра будет и послезавтра И там входной билет можно прямо на месте приобрести? Ну там на месте, я думаю, можно решить, так сказать, на месте все Потому что после того, как прозвучало слово-сочетание азербайджанской кухни Я очень заинтересовался этим вопросом Ну если не съели, конечно, все, она вкусная достаточно А может быть, там еще что-то будет? Не сомневаюсь, так сказать, кухня богатая у тюркских народов Причем разная Вон там, например, канину казахи едят холодную А якуты из нее шашлык делают И канина совершенно другого вкуса Да, у казахов это называется казы Я просто представила себе, как бы британцы оскорбились Они вот как-то у них нашли следы канины в колбасе Так у них прям была трава А вот азербайджанцы не любят канину, они как-то это не едят Тут поэтому много особенностей таких Мне кажется, это самый замечательный способ Когда за несколько дней можно прийти и оценить, узнать, почувствовать, потрогать Культуру тех народов, которые нас ежедневно окружают Чтобы, опять-таки, вот эту дружбу Сделать еще более развитой и сплоченной Потому что как раз мы так друг друга лучше будем узнать А я хотел вернуться к конференции Она вот по времени сколько идет и когда закончится? Ну, сегодня первый день, а 24-го в пятницу будет последняя Я пытаюсь вспомнить, какой день сегодня Сегодня среда, 3 дня, да, 3 дня еще есть Да, слушайте, ну очень интересно, друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю Религиоведу, доктору исторических наук, профессору Московского государственного лингвистического университета Роману Анатольевичу Стелантьеву насморк меня подводит, но я стараюсь Давай, я говорю, можете присылать свои сообщения Группа ВКонтакте, там у нас есть специальный пост, он прикреплен прямо вверху, его легко найти Ну и плюс ко всему, смс-сообщения, вайбер-сообщения и что еще? Ватсап-сообщения присылайте прямо сейчас на номер Плюс 7909-928-189-9 Прямо сейчас мы ненадолго прервемся И скоро к вам вернемся вновь Завтра, сегодня, станет вчера Завтра, сегодня, станет вчера Я влюблен в эти звуки, я пленник печальных гармоний Я беспечен, мой день проплывает туманно, как сон День вчерашний ушел, растворился в закатной агонии Отрицанием прежнего новый рассвет опален Я останусь в прошлое в дерзкий полет, устремляясь Пусть хрустят под ногами осколки вчерашней мечты В новый образ хожу, кожу старую на пол роняя Улетаю в рассвет, за собою сжигая мосты На закате плачет мачо Невозможно понять, но никак невозможно иначе Ну а ты остаешься вдали от тревог и волнений Не изведав несчастья, пытаешься счастье найти Пусть твой мир безмятежен, он мертв, без тревог и сомнений Но не бросишь его, а в мой мир ты не сможешь войти На закате плачет мачо Невозможно понять, но никак невозможно иначе На закате плачет мачо Невозможно понять, но никак невозможно иначе Что я за собой унесу за закат? Тонкая рука среди ночника И овал лица их переносится По вай-фай каналам переносится Мне зачем дергаться, если расстроен Планы далекие давят с утра Деньги, заботы, дела ходят строем Завтра сегодня станет вчера На закате плачет мачо Невозможно понять, но никак невозможно иначе Сегодня станет вчера На закате плачет мачо Невозможно понять, но никак невозможно иначе Сегодня станет вчера И мы продолжаем разговор на интереснейшую тему У нас в гостях религио-вет Доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Анатольевич Силантьев Друзья, еще раз напомню, вопросы, если у вас есть Присылайте, пожалуйста, их в группу ВКонтакте Там есть специальные посты Ватсап, Вайбер и СМС-сообщение Плюс 7909-928-189-9 Роман Анатольевич, вопрос, конечно, странноватый и наивный, но не могу его не задать Вообще, вот скажите, пожалуйста, как человек, который глубоко в теме, как профессионал, как ученый Возможно ли создание какого-то идеального мира, где всем со всеми будет комфортно, хорошо и так далее и прочее? Конечно, возможно, но, правда, не в этой жизни После смерти такой мерописи не будет Зря вы так Слушайте, ну а в этой жизни что можно максимально сделать для того, чтобы мы все как-то перестали думать, что в наших проблемах виноват кто-то, другой Просто жили и соседствовали по-доброму, по-хорошему Так не бывает Вот и вот и поговорили К сожалению, это невозможно Ну, а хорошо, а все-таки есть какие-то... Всегда будут войны, всегда будет преступность, всегда будет социальное неравенство Это просто... Как философские вы настроены Вещи настолько естественные, как явление природное Ну, в любом случае... День будет, ночь будет вот... В любом случае, вот, допустим, наше правительство, да, оно же делает какие-то мероприятия, направленные именно на просвещение, чтобы люди лучше взаимодействовали друг с другом Ну, естественно, все люди чем-то болеют, но некоторые из-за болезни встать с кровати не могут, а некоторые болеют все-таки ведут активный образ жизни Строго говоря, все люди у нас больные, нет, просто все больные, все они, так сказать, есть недообследованные Поэтому, естественно, каждое правительство пытается минимизировать урон от негативных эффектов В принципе, как мне кажется, у нас тенденции положительные Как мы с вами 90-е застали, в общем, есть чем сравнить Вот есть уже сейчас поколения, которые не застали ни конца 80-х, ни 90-х Ребята, и слава богу, что вы не застали, да, эти времена Поэтому мне опять-таки есть чем сравнить, а мне, в общем-то, тенденции пока нравятся, пока они все-таки положительные А вот, смотрите, вытекает из этого вопроса, ну, мы поговорили о том, что, понятно, идеальный мир, он невозможен априори, да Ну, примем как факт, что делать А все-таки вот, ну, та волна терроризма, которая сейчас есть Каков шанс, что постепенно все это вот, ну, не то что совсем не прекратится, конечно, к большому сожалению Ну, вот потихонечку будет сходить на нет, вот эта волна просто пройдет И мы будем жить в более уютном мире Ну, были у нас прецеденты, у нас до революции, в общем-то, массовый был терроризм Тысячи людей погибли, но как-то потом все это рассосалось И терроризм надолго у нас ушел с поездки дня И вернулся в нее, ну, вот, 1977 года, когда там у нас были теракты в метрополитене Да и то эти случаи были очень редки Сейчас, к сожалению, в мире минимум три теракта в день, минимум О них даже, в общем-то, обо всех и не пишут Хотя, что считать терактами, вот недавно Шайго рассказывал, что в день только на нашей позиции До 18 атак смертников на этих заминированных машинах Если каждую эту атаку считать отдельным терактом, то у нас не три теракта были, а десятки Слушайте, ну, раз мы коснулись этой темы, давайте, может быть, поговорим о безопасности в интернете Допустим, когда подростки сидят, да, и кто-то к ним стучится и пытается предложить им какие-то материалы Или заманить их в какую-то поездку На что стоит обратить внимание родителям? Ну, завербованные подростки, как правило, делятся новыми впечатлениями Или у себя вконтактике, или кому-то рассказывают Поэтому, если у человека вконтактике появилась вастик и песенки соответствующие Как вот той же Карауловой, которая в ИГИЛ у нас поехала Все считали, что она к фашизму тяготеет А нет, оказывается, не только к фашизму, но и к ИГИЛ Но это надо насторожиться Если там рецепт изготовления наркотиков из подручных материалов Это другой тип зависимости Ну, а если песенки, ИГИЛ и мультик «Свинка Пепа» в ИГИЛе Это, конечно, уже по линии наших товарищей Есть такой мультик? Измевайтесь, есть Ты не в курсе? Я просто смотрю «Свинку Пепу», я не знала, что есть такой мультик Ну, вот после эфира она на минуту посмотрим Этот мультик, он не длинный Сейчас мы этим и займемся, друзья Вернемся к вам совсем скоро, небольшой перерыв у вас Реклама Ежедневно, по будням В эфире телерадиоканала «Страна-ФМ» Только в программе «Территория машин» И больше нигде Мы расскажем вам о «Газели» с автоматом Программе по поиску оленей А также про «Медленную Теслу» и «Умную Ладу» Это и многое другое Каждый будний день В 7.30, в 8.30, в 9.30, в 17.30 и в 19.30 «Страна-ФМ» Ваша территория машин Мы умеем заводить Программу представляет ООО «Субару Мотор» ДНК «Субару» состоит из выдающихся решений Каждый день инженеры компании борются за сантиметры Метры, километры, годы надежной службы и жизни людей Поэтому каждый «Субару» – всесторонне продуманный автомобиль Которым удобно пользоваться «Субару» создан инженерами Сели радиоканал «Страна-ФМ» и студия 89,9 представляют Программа «Концертный зал» К нам в гости приходят известные и легендарные артисты А также молодые, амбициозные таланты Но главное, в концертном зале звучит ваша любимая музыка 23 ноября в концертном зале «Оркестр Волынщиков Москвы» Каждый четверг в 6 вечера Повтор в воскресенье в 10 вечера Ведущие – Александра Хайрулина и Роман Шаров Вы упорно трудитесь А мы награждаем вас айфоном Телерадиоканал «Страна-ФМ» объявляет конкурс «Герой труда» Пришлите на сайт страна.фм фото или короткое видео, сделанное во время работы Расскажите о своей профессии и о том, какую пользу вы приносите стране Лучшие фотографии и видеоролики мы покажем в эфире А победителю вручим айфон 8 Страна должна знать своих героев Подробности на сайте страна.фм Страна-ФМ Телефон рекламной службы 8-495-276-12-24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я прикасаюсь губами, вдыхаю запах моря И приручает нас, шепот рук, шепот фраз Переплетаюсь и в сердце Рисую имя, имя В любовь нам не наглядеть Стали глаза твои Вече Целуешь плечи И нам летят навстречу Бабачки, посылуй, твои губы по моим губам поднули Бабачки, посылуй, во мне танцевали, тонули Бабачки, поцелуй, твои губы по моим губам поднули Бабачки, поцелуй, во мне танцевали, тонули Бабачки, поцелуй, твои губы по моим губам поднули Бабачки, поцелуй, во мне танцевали, тонули Бабачки, поцелуй, твои губы по моим губам поднули Ну а мы продолжаем, друзья, разговаривать на интереснейшую тему. Роман Анатольевич Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, профессор Московского государственного лингвистического университета, сегодня у нас в гостях, и у Влада был интересный вопрос. Да, Роман Анатольевич, ну вот поскольку мы за эфиром просто говорили, друзья, вы не слышали, оказывается, в России огромное количество всяких направлений и сект существует, о которых мы даже не знаем и не слышали, если бы вот не сегодня, мы бы о них ничего не знали. А есть ли какой-то такой вообще рецепт, как уберечься, как уберечь там родных, ну детей опять же, да, как не попасть? Ну знаете, большинство людей в группе риска даже не находится, у них, если хорошо развито критическое мышление, то, собственно, все, кто их заманить, сложно. Но есть люди, которые, к сожалению, предрасположены к этому, примерно 5% населения, это в процентном отношении мало, но в абсолютных числах уже совершенно не мало. Вот для этого специальные создают способия, специальные курсы, мы этим занимаемся. Вот у нас на повестке дня новая наука, деструктоведение, которое, в принципе, будет эти угрозы изучать, как религиозные, так и нерелигиозные. Они стремительно меняются, то, что там год назад было актуально уже, может быть, не актуально, и наоборот. Поэтому вот как раз и книги делаем, и пособия, и можно у нас этому обучиться, в частности. Тоже одно из направлений наших исследований. А вот эти все-таки секты, это на самом деле страшные истории? Или вы считаете, как ученые, что это, ну вот есть, это пройдет там совсем скоро? Есть секты-убийцы, вот исламское государство, типичная секта-убийца. Есть секты, скорее забавные, чем опасные. Но в любом случае попадание в секту ведет как минимум к потере времени и денег. А как максимум... Это в лучшем случае. А почему денег? Ну, всем сектам от вас что-то нужно. Ага, а что? Ну вот давайте, что у нас будут спрашивать? Ты можешь переписать квартиру, может, не дай бог, конечно, и так далее, и прочее. У меня ничего нету. Тебе повезло. Деньги нужны точно, а уж в каком количестве, это от секты зависит. Некоторые квартиру отберут, а некоторые удовлетворятся ежемесячным пожертвованием в пару тысяч. Это, опять-таки, зависит от организации. То есть это прям отличительная, а пожертвования это прям отличительная черта секты? Да, в том числе нерелигиозные. У нас масса организаций, которые построены как секты, но нерелигиозные по своей сути. У нас даже на базе продажи пылесосов можно создать секту, как практика показывает. Это правда, да? Есть люди такие, да? Есть такие товарищи, да, которые точно как секты выстроены, но религии там нет. А есть пылесос с большой буквы. Но это все-таки намного лучше. Ну почему? Ну они верят в свое дело. Типичный пример — потери времени и денег. Ну хотя бы там пластины у вас не обмотают. Равен Анатольевич, давайте вернемся к вашему университету. Расскажите, какие факультеты, на кого можно выучиться, какие специальности подробнее. Самый у нас известный переводческий факультет, где как раз специалистов готовят и по лингвистике. Это же не только перевод как таковой, это же и криптография, это серьезная вещь. Лингвистика — это наука, скорее, математическая. В факультете у нас есть международных отношений, социально-политических наук. Там дипломатов и журналистов готовятся, и пиарщиков. Я на гуманитарном факультете, где как раз сосредоточены кафедры, которые религией больше занимаются. Кафедры теологии, кафедры мировой культуры. Ну и кафедры, конечно, у нас психологии и педагогики с этим. Есть отдельные факультеты немецкого языка, например, французского. Можно юридическое образование получить. Есть там кафедры редких, например, восточных языков. Латынь в обязательном порядке у нас все изучают. Можно там второе высшее образование получить. Там русский, как иностранный, выучить. В общем-то, широкое на самом деле. Все, что в вашей душе угодно. Да, у нас 25 секунд остается. А куда брать, куда звонить, где искать? Есть сайт, Лингуанет, да, легко ищется, так сказать, московский. А еще раз назовите его как? Лингуанет. Лингуанет, вот там, так сказать, там все написано. Хороший сайт, рекомендую. Хороший вуз. Ой, огромное спасибо, что вы пришли к нам за беседу и в кадре, и за кадром. Очень много всего интересного. Роман Анатольевич Силантьев, большое спасибо вам, приходите еще. С вашим услугами за этим. Спасибо, до свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова